Легендарная историческая личность с шикарными усами и по совместительству герой анекдотов. Василий Иванович Чапаев в третий раз собрал чебоксарцев на чай. Василий Иванович уже не без труда забирается на лошадь. Ему нынче 131 год. Зато он по-прежнему великолепно держится в седле, как и Юрий Ильин, который в этом году опять в роли легендарного комдива. Я с детства научился и запрягать умею, распрягать умею. Вот все я умею. Все как настоящий Чапай, да? Да, как настоящий Чапай. Чапай зовет на чай – это не просто название традиционного фестиваля. Все как положено. И самовар, и к чаю яблочное варенье, которое на Руси варятся с 12 века. Чаем угощают, песенки поют, сказки рассказывают, варенье варят, вареньем угощают. Это вообще чудо не жизни, а малиной. Времена Чапаева – это конец 19-го, начало 20-го века. Однако в этот раз этим временным промежутком организаторы не ограничились. Так что среди гостей можно было встретить и персон более древних. Знакомьтесь, мать Ивана Третьего – Мария Ярославна. Чувствуется величие того времени, 15-го века. Русский костюм – это дорогие ткани, имитация эксамитов, парчи, усыпанные драгоценными камнями, жемчугом, ручной вышивкой. Студенты машиностроительного факультета ЧГУ сильны не в вышивке. На Всероссийской студенческой весне они представили вот такую коллекцию. Это, например, «Аленушка» и «Иван-дурачок». Впрочем, называть его так открыто в глаза почему-то совсем не хочется. Вода оказалась очень загрязненной. Баба-яга, которая больше не летает на ступе, оказывается не такой страшной, когда начинает говорить голосом студентов-торокурсников. А у нас модная баба-яга. На гироскутере. Также на фестивале можно было выиграть призы, посидеть в тачанке, купить что-нибудь у мастеров на дизайн-фесте. Для тех, кому одного дня общения с Ночдивом было мало, напоминаем. Музей Чапаева работает каждый день, кроме понедельника, с 10 до 18 часов. Музей Чапаева работает каждый день, кроме понедельника, с 10 до 18 часов.